Всем привет! На канале Кузов Лаб мы продолжаем тестировать окрасочное оборудование. С нами представитель компании Finishing Group Сергей Родионов. У меня в руках краскопульс Аклова 4600 Экстрим с воздушной головой Титания. Это универсальная голова, которая используется под базовое покрытие подлак. Сергей, поведай нам, что за зверь. Это топовый вариант пистолета 4600 Экстрим. С головой Титания и груза 1.3. Это универсальная голова, хорошо разбивает как базовое покрытие, так и лакомое. Расход по воздуху 215,2 кг. И комбинация, как я уже сказал, с груза 1.3 наиболее, на наш взгляд, универсальная. То есть, будет хорошо работать и на базах, так и, собственно, на реально вязких, хороших, вязких плаках. Входное давление 2 бара, рабочее 1.8, 2.2. Все стандартно. Все стандартно. Ну, мы подготовили специально корявую базу. Мы подготовили специальный вязкий лак. То есть, мы делаем такие условия, с которыми многие краскопульты могут не справиться. Вот база у нас. Это фольксвагеновский цвет, аудюшный серебро, которое у нас пятник. Лак будем использовать 605, но в комплектации 605 лак из бренда 1. Ну, без разбавителя. Вязкость около 22 секунд. То есть, очень густой лак. Пробуем. Давай смешиваем и попробуем нанести. Коллеги подсказывают, что этот краскопульт работает очень быстро, поэтому немедленно не наносим. И так, мы закончили нанесение лака. Лак был 1.605, довольно-таки густой, но этот краскопульт справился со своей задачей на все 100%. Причем мы специально взяли SATA 5000 с дюзой 1.3, но приблизительно равные условия. Только отличие здесь универсальное. Голова на SATA SATA была рпишная, то есть чисто лаковая. Мы специально взяли посмотреть и сравнить, какой из пистолетов будет лучше наносить такой густой лак. Быстрее, сочнее. Быстрее, сочнее нанесла этот лак, нанес вот этот именно краскопульт. По скорости все отметили, то есть наносит, наверное, раз в два быстрее, раз в два комфортнее, чем краскопульт SATA. По поводу базового покрытия. Базовое покрытие также наносится довольно-таки комфортно. Опять же, яблок, облаков каких-то мы не наблюдаем. Ну, надо иметь в виду то, что это быстрая голова, это сочная голова, насыщенная. Соответственно, двигаться здесь надо гораздо быстрее. То есть, если бы ты работал до этого пистолетами HVP, как у меня там SATA, да, брендом, или просто пистолетами HVP, то здесь надо немножко перестроиться, перестроиться в моторике и делать это гораздо быстрее. Ну, как и к любому краскополю, к нему надо привыкнуть. Ну, допустим, эффектный слой на базовом покрытии не у всех там с первого раза получилось нанести, потому что он реально львил. Но, тем не менее, получилось ровно, да, то есть, скорость нанесения была высокая, в общем-то, можно было бы это теоретически ждать яблок, но их не было. То есть, действительно, покрытие было ровно. Ну, могу отметить, что вот именно в такой комплектации краскопульт мне очень понравился. В принципе, его можно использовать как один краскопульт универсальный, не надо держать два пистолета у себя, то есть базового. Мне... И причем это будет абсолютно комфортно, то есть, без потери в скорости, без потери в качестве, действительно, абсолютно универсальный пистолет. Я смотрел видеообзоры под аналогичным краскопультом, и в одном из видеообзоров, даже в двух видеообзорах, люди говорили, что болтается курок. Ну, извините, на сайте тоже курок болтается, и на многих краскопультах курок болтается. Кроме пистолета ДВ-1. Кроме пистолета ДВ-1, да. О нем вы сможете посмотреть обзор в другом нашем ролике, но это не такой большой дефект, на который следует обращать внимание. Краскопульт лежит в руке удобно, не надо иметь супердлинные пальцы, чтобы нажимать на курок. Очень приятная эгономика, да. Вполне классная, классная пушка. Итак, это был обзор краскопульта Сагола 4000 Extreme с воздушной главой Титания. С вами был Павел Никифоров, Сергей Родионов. Всем пока, до скорых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok